30 июня во Всероссийском детском центре «Орленок» торжественно открылся детский десантный гарнизон. Его участники – подростки от 13 до 16 лет, мечтающие связать свою жизнь с армией. В «Орленке» они с большим желанием на себе испытывают тяготы десантной службы. На некоторые их занятия заглянула наша съемочная группа. Эти парни, что падают с неба, раскрывая свои купола. Два взвода – 36 человек. Столько юных десантников живет здесь, в детском гарнизоне. Ребята учатся быть ответственными и дисциплинированными. Их день расписан по минутам. Занятия по физической, огневой и строевой подготовкам – основы воинской службы, военной топографии и медицины. Научился хорошей дисциплине. Научился много чему. В манере поведения к взрослым, к общению с друзьями. И, в общем-то, привыкаю к другим людям и отношусь к ним как к своей семье. Среди этих крепких подростков и девчонки. Они наравне с мальчиками выполняют все упражнения и задания. Командир Наталья Беляева утверждает, что отставать от них никак нельзя. А девочкам – это просто такой тонус для того, чтобы они знали, в каких условиях можно жить. И старались каждый раз подбадривать себя, что бывают другие условия, бывают хуже. И каждый раз они собирали всю свою волю в кулак и стремились делать все настолько хорошо, насколько возможно. Здесь у нас идет военно-патриотическое направление. Мы действительно занимаемся такими интересными вещами, которые, казалось бы, интересны должны быть для мальчиков. Но девочкам здесь точно так же нравится, потому что мы поправляем свое здоровье. Каждый день ходим на зарядку, очень такую достаточно жесткую. Нам всем очень нравится. Мы готовы прям продолжать это все. Поддерживают ребят и помогают им во всем стать сильнее их старшие товарищи и опытные наставники. Военнослужащие 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии. Ребята приехали с радостью. А когда увидели нас, они ехали целенаправленно сюда. То есть они знали, что есть лагерь «Юный десантник». То есть проект такой. Это первый год проект, конечно. Но ребята ехали с радостью, с удовольствием. У нас первый день самое большое количество наборов было. Макет приступить. Юные десантники проходят курс молодого бойца. Это настоящая армейская подготовка. Они учатся стрелять, собирать парашюты и отрабатывать прыжки. Правда, пока только на земле. 503, кольцо, 504, 505, купол, осмотр. Виталий Кремлёв знает азы парашютного спорта. Этому его обучили в Вологодской кадетской школе-интернате. А здесь он освоил начальную подготовку. Момент выпрыгивания из самолёта и приземления. Очень хочу прыгнуть с парашютом. Хоть это и страшно, но это, мне кажется, дело каждого мужчины. Классные ощущения, прыгнуть с парашютом. Ты чувствуешь невесомость, ты видишь всю землю с высока и просто получаешь драйв, эмоции и адреналин. Только здесь, в Орлёнке, учился прыгать с парашютом. У меня получилось почти с первого раза, но по-настоящему я ещё не прыгал. Я думаю, это очень интересно, прыгнуть с парашютом, летать в облаках, видеть всё с высока. Вместе с опытными наставниками помогает ребятам Витя Силожелезов. Ведь он имеет разряд по парашютному спорту и уже три раза прыгал с парашютом по-настоящему. Парень несколько лет занимается в патриотическом клубе «Ориентир». Также Витя имеет разряд по рукопашному бою. Здесь, в лагере, эти навыки ему тоже пригодились. Ведь в программе детского десантного гарнизона занятия армейским рукопашным боем занимают ключевое место. Я раньше планировал связать свою судьбу с военной службой, но сейчас как-то передумал. А так для общего развития, для физического развития, для развития духа. Наряду с приёмами самозащиты без оружия, юные десантники учатся использовать схватки ножи, а также обезоруживать противника. На тренировках большое внимание уделяется общеразвивающим упражнениям и элементам акробатики. Ребята учатся безопасно падать и выполнять кувырки. Это закаляет стержень мужской. Это развивает дисциплину. Я считаю, что это нужно в жизни каждому. И прививать это нужно с детства. Идею создания этого десантного гарнизона поддержал командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Владимир Шаманов. Он-то и обеспечил лагерь необходимым спецоборудованием. В распоряжении подростков парашют серии Д-6, мины, противопехотные гранаты, учебные патроны, противогазы и сапёрные лопаты. Президент, верховный главкомандующий вооружённые силы Мирской Федерации действительно заставил нашу нацию, я не призываю к национализму, а именно нацию, уважать в первую очередь себя, уважать свои национальные интересы. Ну и безусловно, этого уже у нас не отнять. И вот этот небольшой вклад, он действительно, думаю, будет иметь продолжение своё. И в конечном итоге мы вырастим достойных граждан нашей страны. Главная цель работы детского десантного гарнизона – научить подростков быть сильными, работать в команде, любить свою родину, а также быть готовым к службе в вооружённых силах Российской Федерации. Мы вынуждены укреплять свои вооружённые силы, укреплять свои границы. Ну и самое главное – моральный дух народа, потому что подростки, которые побывают в этом лагере, они не обязательно станут военными, но они будут ценить свою армию, ценить свою страну, любить её. И это главный залог нашего суверенитета и существования нас в будущем. Наталья Садовская, Денис Гилёв, Сергей Окунев, телеканал Орлёнок ТВ.